Хотела бы начать открыть свой бизнес. Помогите мне вернуться к нормальной жизни. Вау! Не бойтесь долгов, в которые вы сейчас попали. Не бойтесь, успокойтесь. Три года назад открыли свою фирму и не можем заработать деньги. Что делать? Теперь ваша задача, чтобы этот бизнес выжил, не умер, и потихонечку у вас будут и онлайн, и офлайн. Вот так будете зарабатывать. Делите это. Вам должны присвоить Нобелевскую премию. Вау! Спасибо! Это один из моих целей жизни, кстати. Спасибо. Как бы вы поступили? Продали бы фирму и на получение деньги поставили бы другой бизнес самостоятельно? Или же допустили продажу этой акции третьему лицу? Мой бизнес – это мой ребенок, а за своего ребенка надо бороться. Трестное, сколько вопросов. Хотела открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Это цель, чтобы помогать больше количества людям. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, ученики. Добро пожаловать в рубрику «Вопросы Довлатову». Очень-очень рад с вами общаться. Задавайте актуальные вопросы. Всегда к вашим услугам. С радостью найду время, отвечаю. Поприветствую сейчас Соединенные Штаты Америка, Флодельфия. Город Флодельфия. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Добрый день, Садмирот Довлатов. Меня зовут Сергей. Открыли с товарищем строительную компанию в городе Тюмень. Но, как оказалось, не можем подняться. Цены на строительные услуги слишком низкие. У малого бизнеса пребывают цены халтурщики. Среднего бизнеса в этой сфере нет, так как крупный бизнес все делают своими силами. Что делать? Почти 15 лет работаем в этой сфере. Три года назад открыли свою фирму и не можем заработать деньги. С уважением, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, значит, получается, что вы 15 лет работаете в сфере строительства. Но вы открыли три года назад свою компанию. От того, что очень много частников есть, очень много частников дешево делают работу. Поэтому получается, что нормальной прибыли зарабатывать трудно. Если я правильно понял. Я вам скажу так. Скорее всего, я просто четко не понял, какое направление у вас строительный бизнес. Потому что, например, есть обделочная работа. Либо вы делаете монолит. Либо вы делаете кладка кирпичей. Либо вы строите домов. Либо вы строите, например, скажем, многоэтажный дом. Квартины. Либо вы строите коттеджи. Частные дома. Я просто здесь не понял. Если сейчас понял, я бы еще более точнее сказал бы вам. Поэтому, но исходя из того, что вы сказали, я думаю, что вы занимаетесь обделочной работой. Потому что хальтурщики только могут работать в обделочной работу. Строить низкоквалифицированные люди. Не разрешают строить многоэтажные дома или что-то такое. Потому что это опасно все равно. Экспертиза и так далее. Если надо сдавать работу, скорее всего, судя по вашим вопросам, вы занимаетесь обделочной, строительной, обделочной работой и так далее. Поэтому там бывают частники, которые действительно дешево делают, слишком дешево. Особенно мигранты. Мои земляки из Узбекистана и так далее. Они очень дешево делают. Вы правы в этом. Я вам рекомендую, что надо делать. Например, я знаю, что на обделочной работе на одной квартире, на одной квартире, например, если это двухкомната или трехкомната, скорее всего, вы в районе это делаете. Может быть, миллион рублей или два миллиона рублей. Может быть, так. Но оттуда уходит зарплата туда-сюда и так далее. Останется небольшая сумма вам. Я это знаю. Я так видел в Москве. Может быть, в Тюмени чуть цены низкие. Но вы видели так в Москве. Где-то в районе 15-20 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры. А трехкомнатные 25-30 тысяч долларов. Поэтому я ориентируюсь так. Я спросил одного парня, чем ты занимаешься. Он сказал, он был у меня на тренинге, поэтому так говорю. Я вам скажу так. В этой сфере просто у вас нет команды. Именно отдел продаж нет. Именно отдел продаж, который находит вам более прибыльные, более выгодные объекты. Если вы три года уже компанию создали и так далее, компанию разделите на два частей. Одна часть компания, то есть это как птица, которая имеет два крыла. Одну часть, которая производством занимается. То есть ремонт и так далее. Объекты, которые вы находили, эта команда занимается производственной частью. А вторая часть – это продажа. Поэтому параллельно и то, и то должно работать параллельно. Скорее всего у вас происходит сейчас так. Я так думаю из опыта. Вы одно объект нашли, вы его сделаете. От того, что частники много, небольшой маржа остается у вас. Пока вы его закончите, потом начнете искать второй объект или третий. Вы то, что в промежуточное время, то, что заработали, все расходуете. Живете на них. Или содержание сотрудников уходит деньги. Скорее всего так происходит у вас. Поэтому пока потом второй объект найдете. Опять тоже немножко заработали. То есть придется браться за проекты, которые даже мало маржинальность. Потому что команду надо содержать. Адмистративный расход есть. Чтобы сотрудники не ушли. Вы нужны не берете. Даже менее выгодны сделки. Возможно так. Я просто сам сейчас сижу, догадаю честное слово. Потому что из опыта говорю вам сейчас. Если похоже на такую ситуацию, я вам скажу так. Вам нужно, чтобы вот это отдел производства занимался ремонтами, отдел продажи. Быстро-быстро находили новые-новые объекты. Новые-новые объекты. Новые-новые объекты. Новые-новые объекты. Сделайте обязательно не одну бригаду. Три-пятая бригада. Три-пятая бригада. Одновременно пять команд работают в разных объектах. Потом со временем делите десять команд. А отдел продажи занимается продолжать делать. Как у вас формируется определенный авторитет, определенный, то есть качество вашей работы, когда будут отличаться от халтурчики. Как у вас появляется хороший портфолио. Разве 15 лет работает, у вас должно быть очень хорошее портфолио. Я так думаю. Вот. Покажите свое качество. Человек, который платит, например, миллион тенге, он готов платить полтора миллиона или миллион триста тысяч, лишь бы, чтобы хорошее качество было. Потому что он же каждый день не делает ремонт. Правильно? Он не каждый день делает ремонт. Он делает два, три или пять лет, десять лет, один раз ремонт. Поэтому продолжайте делать качественно и ставьте цену чуть выше. Мой совет к вам. Если вы видите, что делят работу и им очень мало остается, значит вы целого аудитора неправильно выбрали. Получается, что вы хорошее качество делаете для низкого класса. Вам надо делать хорошее качество для высшесреднего класса и для вип-класса. Тогда у вас дело пойдет хорошо. Поднимите свою цену на свою услугу, еще чуть-чуть поднимите. Но только работайте для среднего, высшесреднего класса и для вип-класса, высший класс. Тогда у вас дело пойдет очень хорошо. Если вы уверены, что качество вашей работы лучше по сравнению с тех халтурничек, о которых вы говорите. Сейчас в дальний момент, уверен, что вы так делаете. У вас качество работы хорош, но вы его пытаетесь делать для ниже среднего класса, поэтому вы цену снижаете, чтобы конкурировать с мигрантами. Так не делайте. У мигрантов своя силовая аудитория. У вас должна быть своя силовая аудитория, если ваше качество лучше. Уверен, если вы сейчас создадите два крыла, отдел продажи мощные, 5 или 10 групп, бригада такой, отдел производства, что вы делали, и одновременно вы фокусируетесь, чуть-чуть цену поднимете, делаете хорошее качество, для высшей среднего класса и в ВИП-класс работаете, за два года вы будете зарабатывать больше, чем за 15 лет то, что вы делали. Я уверен. Попробуйте. Желаю успехов, Сергей. Было бы очень рад, что когда-нибудь в Тюмени или в Москве где-нибудь вы встретили вас, что вы сказали, вот, наставник, у меня получилось. Добрый день, уважаемый Садмирот Довлатов. У меня такая история. Я открывала сет аптек в 95-м году в Узбекистане. И бизнес у меня хорошо пошел. В 2007 году приехала в Казахстан, устроилась на работу, думала, временно буду работать и потом открою аптеку. Но у меня не получилось, так как наоборот товаров не было денег. Думала, найду денег, не получилось. Потом продала две свои аптеки, купила с мужем автобус корейскую за 12 тысяч долларов. И муж начал водить автобус. Занялся перевозкой людей по городу, но вы опять банкрот. Еле-еле продали этот автобус в рассрочку за 3 тысячи долларов. Так как семья у нас большая, я пошла торговать на рынке продуктами, арендовала контейнер, нашла тысячи долларов и начала работать, торговать продуктами. Здесь тоже проиграла, закрыла контейнер через 9 месяцев. Затем попробовала заняться лепешечным бизнесом. Купила тандир, нашла пекарей, торговали лепешками, самсой. Но этот бизнес тоже не пошло. Короче, у меня ничего не идет. Вроде я не была такая пассивная. Приехав в Казахстан, я расстрелялась и никак у меня не получается. Сейчас работаю в аптеке, зарплата 120 тысяч деньги. И не хватает на жизни. После окончания института я открыла свою аптеку. И никогда не работала на других. Теперь живу в аду. Если честно сказать, и долги замучили. С мужем сейчас в разводе. Нам обоим по 50 лет. Вау. Хотела бы начать открыть свой бизнес. Помогите мне вернуться к нормальной жизни. К бизнесу я очень прошу вас. Я, наверное, писала непонятно. Но извините, неграмотно заранее извиняюсь. Моя последняя надежда это вы. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Здесь ваше имя нет. Я не знаю, как обращаться к вам. Я скажу, уважаемые. Просто бывают этапы жизни. Этапы жизни, когда в каком-то этапе вы очень успешны. А потом в какой-то этапе другой попадает, что действительно вы проходите новые испытания. Дело в том, что вы были успешны в Узбекистане. В своем среду. Но вы приехали в Казахстан. Это абсолютно другой рынок. Другое, можно сказать, отличие менталитета. И там у вас не получается. Могу уверенно сказать. Почему? Потому что рыночный рост Казахстана на 10-15 лет переди, чем Узбекистана. Те инструменты, которые у вас работали там, в Узбекистане, они здесь уже не работают. Потому что здесь другие инструменты нужны. Откуда я это знаю? У Скаменогорска одна из моих ученицов открывала магазины по моим брендам, по моим франшизам, Lifestyle Parfum. И 9 магазин открыла в Ускаменогорске. Она была очень успешная. Потом она приехала в Алмату. И я позвали ее в Алмату. Я сказал, приезжай в Алмату и давай начнай в Алматы делать. Но когда она приехала в Алмату, хотя эта бизнес, она была успешная в Ускаменогорске. Но когда она приехала в Алмату, у нее не получается. Она пытается делать в Алмату это. У нее ничего не получается. Она одну открывает, закрывает. Потом третий открывает, закрывает. Пять открывает, закрывает. Она больше полтора года только этими занималась. Открывает и закрывает. И тратит деньги только. Расходует. Она потратила достаточно сумма денег. Где-то 12 или 20 миллионов тенгена Патриала. За год или полтора. Вот так. На минус, 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 минус. Поэтому я тогда сидел задумывался, почему у нее так. Хотя она это бизнес занималась, именно это бизнес занимала она. Успешная была у Скаменогорска, а в Алмате нет. Дело в том, что Алмата на 3-5 лет впереди по маркетингу, по продвижению рынка по сравнению с Скаменогорск. Если не 5 лет, 2-3 года точно впереди. Видите? А если бы Алмата пошла в Скаменогорск, она была бы успешная. Потому что она отсюда опыт унесла бы туда, где регион не развит. Но поскольку она от регион пришла в центральную часть, где более мегаполис, крупный город развит. Поэтому у нее не получилось. Поэтому ваш опыт сейчас не работает. Потому что рынок Казахстан впереди вашего опыта. А что вам надо делать теперь? Я сейчас просто объяснил вам, почему у вас не получилось. Теперь что вам нужно делать? Вам не надо отчаиваться. Это первое дело. Первое, что надо делать, вам надо себе уверенность восстановить. Поднимать уровень своей уверенности. Найдите мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Прочитайте эту книгу в обязательном порядке. Либо этот тренинг конспектируйте в обязательном порядке. Вам надо внутри себя восстановить себя. Первое, что надо делать. Второе. Если вы сейчас в аптеке работаете на зарплатах, работайте полгода. Не бойтесь долгов, которые вы сейчас попали. Не бойтесь. Успокойтесь. Полгода работайте в аптеке. Попробуйте внутри, поскольку у вас стартового капитала нет в дальний момент, попробуйте изнутри аптека, поскольку вы товар хорошо знаете, поскольку вы понимаете эту работу аптека. Может быть не на таком уровне, как здесь, но на каком-то уровне вы все равно это умеете делать по-своему. Поэтому вы сейчас работаете там и постарайтесь дойти до уровня руководителя этого отдела, руководителя этого филиала или отдела. А потом, когда вы это все хорошо поняли, подойдите к хозяину аптеку и предложите, скажите, что у меня были аптеки свои там, в Узбекистане, у меня был опыт, два аптеки и так далее, или там может быть три, или сколько, я не знаю. И скажите, что я сколько лет не опыт имею, давай делим так, давайте открывай новую аптеку, я сама буду все организовать, сама буду управлять, сама найму фармацевтов и так далее, и так далее, дай мне 20% от прибыли. Если хозяин, который вы сейчас работаете, нормальный человек, и он имеет бизнес-мышление, он сразу понимает, что ему выгодно с вами так работать. А вы скажите, что я могу открывать аптеку, наладить систему, потом могу следующую открыть и так далее. То есть, это ваш бизнес, ваш актив, но дайте мне 20% из тех аптек, которые я сама организую работу. Таким образом, имея свой опыт, имея свое знание, вы начнете стать владельцем 20% прибыли с каждой аптеки, которой вы наладите работу. Если вы 5 таких аптек наладите, у вас будет нормальный прибыль. За это уйдет у вас 3 года, может быть. Но вы должны фокусироваться на это делать. Поскольку сейчас автоматизация везде развита, как вы в Узбекистане делали, намного, наверное, было труднее, потому что в 95-м году ручкой тетрадом работали. А здесь, например, все автоматизировано. 3-5 аптеки открывать и управлять сейчас несложно. Можете это делать спокойно. Просто вам надо эту работу теперь профессионально делать на другом уровне. Все. Потому что для этого вам оборотный денег не нужен, для этого вам рисковать много не надо, потому что вы имеете от прибыла ваш риск минимальный. Если вы профессионал, вот так будете зарабатывать. Делайте это. У вас однозначно еще улово получится. Я уверен, что получится. Если вы верите в себе, как я вам верю, у вас получится. Здравствуйте, Саймурат Давлатов. Меня зовут Жаниль Син. Я из города Актау. Я был у вас на водном тренинге. Читаю ваши книги, слушаю видео почти каждый день. Вы наставник от Бога. О, спасибо, вы меня сильно восхвалили. Большое спасибо. Я бы хотел у вас спросить совет. Я очень люблю щит. И у меня это вроде хорошо получается. Но на рынке очень много конкурентов. То есть ателье. Я хотел показать щитё с другой стороны. Я продаю именные мягкие мышки. Мишки заказала в самом заводе и купила вышивальную машину. Комверты и детские платья. Корзины для игрушек. Щу сама. Ткани для конвертов тоже покупаю, но по низкой цене. Сделала себе логотип. И как бренд продают через интернет. Вроде бы прибыль нормальная. По глупости давно взяла кредит. И половина дохода почти уходит туда. Хотела выйти на офлайн точку, чтобы улучшить прибыль. Но ассортиментов мало у меня. Знакомый человек продаёт детские одежды тоже через интернет. Я бы хотел с ним объединиться, чтобы аренду платить поравно. И дополнять друг друга. Чтобы разновидность вещей привлёк много клиентов. Что вы думаете насчёт этой идеи? Дорогая Жанельсин. Ваш бизнес, вот то, что вы по интернету продаёте, это хорошая маржа. Я уверен, что у вас хорошая маржа, поскольку вы за дополнительные ценности берёте, за дополнительные ценности создаёте для, скажем, подарок, для праздничных, для детей и так далее, и так далее. Продолжайте по интернету так работать. И просто потихонечку-потихонечку закройте кредит. И постепенно она заканчивается. А потом последовательно потихонечку увеличивайте поэтапно-поэтапно линейка ассортиментов. Вам надо постоянно новинка. Создавайте, будьте творческим, креативным. Вы же как-то же додумались до этого? А теперь ваша задача, чтобы этот бизнес выжил, не умер, продолжайте. Продолжайте постоянно что-то новинке, продолжайте создавать. И мой совет к вам, продолжайте создавать, посмотрите, ваши клиенты кто. Если ваши клиенты много, сами казахстанцы, то я имею в виду, сами казахи. Тогда используйте ближе к национальным героям из сказки или из ботиров и так далее. Что-то там придумайте в этой линейке, тоже двигайтесь. А если разного народа, тогда и современные мультики используйте. То есть вы должны себе позиционировать правильно, чтобы ваш потребитель четко понимал вас, что у вас есть такая классная продукция, и когда его купить, в какой случае жизнь. Вот дела у вас хорошо пойдет. Продолжайте по интернету. А то, что вы хотите с подругой или другом, или к кем-то открывать в его магазине, где детская одежда, это не всегда хорошая идея. Детская одежда совсем в другое направление. И вы, когда туда зайдете, ваш продукт, она может, поскольку дети придут, конечно, одеваться, мериться и так далее, дети будут увидеть, интересоваться. Но я бы рекомендовал вам по-другому. Чтобы аренда не платить никому и так далее, вы сделаете такую вещь. Сделите такой небольшой стенд, небольшой стенд, красиво оформите его, а потом эти стенды поставьте в каждом детском магазине. Просто вы придете, поставите свой стенд и даете им товар с более оптовой ценой, и в каждом детском магазине поставите, но под вашим брендом. Люди начнут запоминать. Когда вы по интернету будете раскручивать, рекламировать и так далее, в соцсети, и вдруг клиент говорит, я живу возле 13 микрорайона, вы говорите, что рядом магазин есть, иди туда и бери. И потихонечку, потихонечку ваши бренды будут раскручиваться. Поэтому идея о том, что с подругой или другом один офлайн магазин открыть, не очень хорошая идея. А вот сделайте стенд, красиво в вашем ассортименте, и поставьте в каждом детском игрушечном магазине, детской одежде, везде, чтобы люди видели, запоминали ваш бренд, узнавали его. И потихонечку у вас будут и онлайн, и офлайн. Сделайте всегда подарочные наборы, чтобы она была необычная, красивая. Что-то должно быть у вас отличие, изуменькое. Раз вы по интернету продаете, и у вас продается, значит вы это уже поняли. Значит вы это уже сами что-то творческое добавили туда, делайте. Поэтому у вас дело пойдет хорошо. Просто теперь вам нужно просто наймить, найдите одного, наймите на работу одного коммерческого директора, который будет сидеть, думать, как другие линейки создать, линию продаж создать, чтобы по-другому тоже продавалась ваша продукция. Следующий вопрос. Уважаемый господин Довлатов, меня зовут Георгий. Живу в Испании уже 19 лет. Бизнес в разных сферах. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за ваш вклад в развитие человека. Вы сами лучшие из учителей, которые учат бизнесу. Потому что учите не только управлять финансами, но ставите большой акцент на духовное развитие человека. Что очень важно для раскрытия личности. И за ваш благотворительный труд, спасибо, спасибо, Георгий, за этот вклад. Вам должны присвоить Нобелевскую премию. Вау, спасибо, это один из моих целей жизни, кстати, спасибо. В одной фирме у меня еще два партнера. У нас автозаправка. Они вообще не заботились о бизнесе. Один из партнеров был управляющим. Из-за плохого управления фирма получила разные штрафы налогового управления. И чуть не обанкротилась. В прошлом году я везел управление на себя и спас бизнес. Дело прибыльное. Но один из партнеров хочет продать фирму или как минимум свою долю. Я хотел бы пробрести его акции. Но не хватает капитала. Как бы вы поступили? Продали бы фирму и на получение деньги поставили бы другой бизнес самостоятельно? Или же допустили продажу этой акции третьему лицу? Заранее благодарен. Уважаемый Георгий, если вы уже потрудились, уже вы знаете, вы взяли управление в рук и наладили систему, и видите, что бизнес прибыльный, не дайте, чтобы акции в компаниях, которые вы строили, ушли. Я считаю, что мой бизнес – это мой ребенок, а за своего ребенка надо бороться. Договоритесь с вашим партнером о рассрочке. Например, оценивайте его долю. И я гарантию вам, что, например, скажем, это станет any summa. Например. А вот дайте ему 5% больше за то, что вы рассрочка платите. Например, это вышло, скажем, 100 тысяч. Ну, например. Вы дайте 105, но в рассрочку. Тогда он согласится. Спросите у него самая необходимая сумма, которая ему сейчас нужна. Попробуйте эту сумму. Обычно люди продают доли своего бизнеса, когда им какая-то сумма денег срочно нужна. И постарайтесь, вот эту сумму, которая у вас есть, дайте ему. А остальное, соответственно, от бизнеса работ вы отдавайте на рассрочку. Я уверен, что он согласится. Потому что, а если вы согласитесь, скажете, хорошо, давай со стороны найди, он какого категории человека найдет, это тоже вопрос. А тот третий человек, который он найдет, будет ли с вами сочетаться? А вы сколько труда вложили, создали компанию? Внешний инвестор, внешний партнер. Надо брать только в одном случае. Если это будет двойнее выгодно для компании. Двойнее и тройнее, если выгодно. Только тогда надо брать. Я бы на вашем месте, я просто выкупил бы его долю. Я договорился с ним на рассрочку. Я лучше чуть-чуть больше платил бы ему. Зато я немножко деньги платил бы. Но зато бизнес оставил бы себе. Иногда порою, когда дело касается перспективного бизнеса, и я уверен, что это бизнес прибыльный, я сам его управляю, вижу. Я иногда чуть больше даю партнеру, лишь бы чтобы просто он даже не думал о том, что где-то искать другого. Почему? Это же всего лишь деньги. Вы их все равно зарабатываете обратно. А бизнес останется вам. Это намного выгоднее. Или, в крайнем случае, если совсем не хватает вам деньги, тяжело, или он не соглашается, тогда вы сами найдете человека, который с вами может работать. Я имею в виду, сами найдете партнера на его долю. Например, его доля, скажем, 20%. Например, да? На 10% его доли. У вас есть свои деньги, на остальные 10% не хватает. Тогда найдите своего человека, с которым вам приятно работать, и легко работать. И говорите, послушай, вот мой партнер продает 20% свою долю. Его 10% я куплю, у меня денег есть. Остальные на 10% не хватает. Выкупи эту долю. Через некоторое время я готов у тебя выкупить эту долю с прибылом. Можете таким образом спокойно найти человека, который реально с ним может легко работать, с которыми можно построить бизнес. Хорошо? Дорогие друзья, я горжусь, что общаюсь с вами в этом рубрике. Я благодарю Бога за то, что, если хотя бы немножко полезно для вас, пожалуйста, если эти ответы вам принесут пользу, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, кому нужны эти ответы. А вдруг вы станете причиной, важной причиной для изменения или достижения цели кому-то еще. Желаю вам успехов. Пишите на нашу почту актуальные вопросы. Всегда буду ответить к вашим услугам. Бизнес-наставник из Востока.